Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, посвященном миру кораблей. Вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет краткий гайд по эсминцу Z-52. Быстро пройдемся по плюсам и минусам корабля, а потом я расскажу о навыках командира и тактике в бою. Итак, краткое описание корабля. C-52 или Z-ка, это немецкий эсминец 10 уровня, который считается универсалом и одним из лучших борцов за точки в игре. К слову, по статистике Z-ка держится среднячком и не выделяется на фоне одноклассников. Давайте разберем особенности корабля и его ТТХ. Начнем с артиллерии. Она представлена шестью орудиями, калибром 128 мм и имеет весьма необычные статы. А именно, крайне низкий урон и шанс на поджог фугасами, у которых при этом лучшее пробитие, 32 мм в базе. Но фугасы тут скорее вспомогательный боеприпас, а основную работу делают бронебойки. ББ-снаряды Z-ки имеют лучший урон на уровне и по ДПМу даже превосходят некоторые артиллерийские эсминцы. А вкупе с неплохой базовой дальностью и хорошей баллистикой они могут наносить колоссальный урон по противникам, подставляющим борт. Далее, торпеды. Тут несколько спорно, ибо с одной стороны всего два торпедных аппарата по четыре рыбки в каждом, с дальностью в 10,5 км и низким уроном. Это не самый лучший показатель даже для универсала или артиллериста. С другой стороны, КД торпед всего 90 секунд в базе, что позволяет спокойно с памятями противников, не раздумывая над каждым пуском. Про живучесть корабля можно сказать, что она средняя, ибо брони или особых настроек корпуса тут нет, а запас хп в 20 300 единиц в базе это не так уж много. И, как и большинство эсмитцев, выживаемость тут больше зависит от дымов и маскировки. Кстати, о маскировке. 6 км в 100 метров полной раскачки довольно много даже для универсала, но все же достаточно для реализации основной фишки зетки, о которой я расскажу несколько позднее. Маневренность. Типичная для универсала, и рассказывать о ней подробно особо нечего. Зато есть что сказать про ПВО, на удивление оно тут весьма достойное и может очень сильно насолить авику при умелом использовании. Впрочем, ждать от него пилорамы как на Халланде тоже не стоит. Ну и конечно же самое главное это расходники. В наличии у зетки есть стандартный форсаж и укороченные дымы, которые явно уступают американским и даже японским. Однако, все это компенсируется наличием превосходного гапа с дистанцией обнаружения кораблей в 6 км. Именно этот расходник вкупе с дымами и неплохой артиллерии делает зетку одним из лучших борцов за точки в игре. С особенностями закончили, а теперь я расскажу о навыках и билдах командира. У зетки есть всего один основной билд, который можно реализовать разными перками и его я представлю на экране вместе с порядком взятия навыков. Отдельно же поясню выбор некоторых перков. Например, Супер Энтедан. Казалось бы, не такой уж полезный перк на эсминце без хилки. Но у меня на удивление часто случались бои, когда заканчивались все расходники. А играть без дымов и гапа зетка банально не может, поэтому перк советую все-таки взять. Тяжелые ББ-снаряды. Многие считают этот перк бесполезным, но конкретно на зетке он действительно заходит, ибо почти 80% времени стрельбу она ведет бронебойками, и 5% урона за 2 очка навыка это вполне неплохо. А скоро этот перк еще и апнут до 7,5% урона, так что настоятельно рекомендую его к прокачке. Далее, перк, который в билде отсутствует. Это пеллинг. Так как зетка предназначена для борьбы за точки и охоты на эсминцы, он может быть очень полезен, но лично я справляюсь и без него. Хотя при желании его можно взять, например, вместо интеданта и бафа бронебоек. Брать же перки на торпеды я не рекомендую, так как для полноценной реализации этого вооружения на зетку придется докупить уникалку и пожертвовать маскировкой. А с ней и возможностью борьбы за точки. Да, с перезарядкой ТА чуть больше минуты вы сможете устроить врагам настоящий торпедный суп. Но, как мне кажется, оно того не стоит, ибо для этих целей куда лучше подойдут Шима или Халанд. Кстати, про модернизацию. Стандартный набор для эсминцев тут подойдет лучше всего. Отдельно упомяну только возможность замены второго слота на улучшенный гамм. Но наличие этой модернизации не является обязательным. Ну а теперь перейдем к тактике. Основная задача зетки в бою это захват точек, разведка и поддержка союзников. В начале боя двигаемся в сторону ближайшей точки и встаем на захват. Рекомендую, кстати, заранее сбросить скорость, чтобы в случае засвета сразу же уйти в дымы. Однако, если вы обнаружили рядом с точкой противника с РЛС, или ее активно светит вражеский авик, то, естественно, лучше подождать, пока не появится возможность безопасного захвата. Если же вы смогли встать на захват, начинается самое интересное. Ожидание вражеских эсмов. Обычно они приезжают на точку в одно время с зеткой, и ее маскировки как раз хватает, чтобы подпустить противника на дистанцию гапа. После чего все просто. Вы жмете сразу дымы и гап, и отстреливаетесь по вражескому треугольнику, попутно стараясь не поймать его торпеды. Если повезет, заработайте фраг, если нет, как минимум прогоните оппонента с точки и заберете ее. Когда же точка будет захвачена, действуйте уже по ситуации. Можете помочь союзникам на фланге, или пойти охотиться на эсминцы. Ну и как вариант захватить оставшиеся точки по той же схеме. Чего-то сверх необычного вам делать уже не нужно, и можете отыгрывать зетку как типичного универсала. Впрочем, у меня есть и пара советов. Первый это, как вы уже наверное поняли, выбор боеприпасов. Из-за просто отличного ДПМа ББшек и хорошей баллистики, я рекомендую стрелять именно ими по всем противникам. Неважно линкор против вас или эсминец. Переключаемся на фугасы, только если цель стала носом или ромбом, и ББшки ее не берут. Второй совет касается планирования. Так как основная фишка зетки это гап, а дымы очень быстро рассеиваются, вам нужно заранее планировать пути отхода и стараться не вступать в бой, когда эти расходники на перезарядке. Особенно если в бою есть авики, тогда вообще лучше отойти под прикрытие союзников. А вот если у вас откатился гап, но нет дыма, можно попробовать реализовать одну фишку, а именно отжать дымы у вражеского эсминца. Если видите противника стоящего в дымах и набивающего дымашку, подходите к нему с гапом и либо ждете пока он убежит, либо и вовсе убиваете его, после чего у вас останется халявный дым. Кстати еще я просто обязан упомянуть про уникального немецкого командира, Гюнтера Лютиенса. Если он у вас есть, то посадив его на зетку, вы сможете за счет талантов разогнать скорострельность ГК и получить возможность использования хилки. Она хоть и включается автоматически и не всегда вовремя, но все же может крайне удивить противника и повысить вашу живучесть. Как итог же, можно сказать, что данный корабль является одним из лучших борцов заточки и весьма неплохим охотником на эсминца. При этом он не так требовательен к скиллу, как например Смалланд или Даринг. Впрочем, назвать его самым простым в освоении можно только с натяжкой, ибо даже небольшая ошибка вроде поздно прожатого дыма или не выключенного ПВО может обернуться потерей большого количества ХП. Качать его или нет, решать только вам самим. Лично мне корабль очень нравится и я смело могу порекомендовать его всем тем, кто предпочитает игру на универсальных эсминцах. На этом ролик постепенно подходит к концу. Как обычно, лайк и подписка, если информация была полезной или интересной, а если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я же напомню о том, что сделал группу в ВК, куда буду публиковать то, что не попало в видео, и посты на корабельную тематику. Ну а теперь точно все. Всем удачи и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok